Северша начала кушать пошла, ну пускай кушает, я её закрою, чтобы не сбежала, а то погрызёт себе провода и минус стрим будет. Ты смотри, что боится? Вот так вот я потерял тактический рюкзак, теперь у меня минус один ряд в хранилище, ну в плане рюкзака. Да, никогда не идите на красные локации и не оставляйте без присмотра своего персонажа, никогда не идите с тактическим рюкзаком, в принципе для фарма ресурсов будет достаточно военного рюкзака, именно поэтому имейте с собой военный рюкзак и тактический рюкзак. Тактический, если что, можете в чоппер сразу сложить, просто там храните военный рюкзак, будет не страшно потерять. Вечер в хату, дорогие друзья, я одерета играла с Дейна Штурвайвл, я понимаю, что вам всем нравится моё переведствие со словами Запись дубля, я не матерюсь, запись дубля, дубля запись. Сегодня мы отправляемся в бункер Альфа, мне часто на стримах спрашивают, что делать, если нет огнестрела, где добыть огнестрела, если нет огнестрела. Сегодня я покажу, как я бы поступил. Для этого мы бы пошли, отправились, получается, на красные, жёлтые локации, нафармили себе кожи, ресурсов, переработали и после чего вот это вот всё накрафтили. Мне конкретно понадобится, получается, вот эта вот броня, я тут скрафтил, получается, шапку и джинсы. Это у меня уже было. Пришлось немножко кожи больше потратить, чем я хотел. Потом, светая троица в виде трёх шестёрок, это железная пластина, гвозди и кожа. И чтобы это всё держалось, нам нужен клей, 15 штук. Эту броню я просто проапгрейжу в более улучшенную, и поэтому мне дольше хватит. Так как это не совсем на всё, на все этажи мне хватит, я решил взять ещё вот эту недобитую военную броню, или же, как я называю, тактическая, потому что тактическая кепка, я не знаю почему. Поэтому шесть монтировок скрафтил, надеюсь, этого хватит, но монтировок много не бывает, можем скрафтить ещё одну. Потом коса вместо разрушителя, в принципе, она нам не нужна, можно будет убрать, потому что коса нам нужна чисто на яростных гигантов, а так как огнестрела у нас нету, мы яростных гигантов не трогаем. И кувалда для скрытых атак по толстякам. В плане хила я беру бинты и три стака морковного рагу, для утоления жажды я взял целых две бутылочки воды. У меня здесь выросли щенки, давай посмотрим, кто здесь мне достанется. Ищейка на 4%, запасливая, такое себе, так что идём дальше. Пятёрка оставляем, вожака тоже оставляем. Это третий ранг, наконец-то. Бинт второй, ищейка на дин, не оставляем ничего. Челси, у нас одноранговый щенок, и здесь тоже должен быть мальчик. Всё, у нас теперь самцов второго ранга нету, только третий ранг собаки, вожака. Сразу, пожалуй, сюда засуну. Потом идём скрещивать, получается, пару. Вот эту. Ничего мне из них не надо. Люся, второй ранг, готово. Окей. Я просто не помню, как я начал их называть, потому что у меня, по идее, это уже панда 3-2. А, скорее всего, со второй попытки получился третий ранг, да? Типа 50 на 50. 50%, что получится при скрещивании двухранговых собак, третий ранг. Пока что так получается. Вот эти вот цифры, вот это и означает. Всё, погнали. Отправляемся в бункер Альфа. Только надо пароль от бункера узнать сначала. 5-27-14. Самый простой способ, если вы где-то на локации находитесь и вам нужен пароль от бункера, то просто заходите в настройки, нажимаете на Дискорд. Если в Дискорде зарегистрированы, то всё ок, вы просто вступаете в сервер, заходите там, например, в русский чат, заходите в закрепленные сообщения, и там будет список паролей на целый месяц. Ищите дату, которую вам нужно, и вот всё, ваш пароль. 5-27-14. Я, получается, сегодня хочу показать лёгкий способ прохождения бункера Альфа, если нет огнестела. Как-то так. Может, назову ролик «Лёгкий способ прохождения без...» Лёгкий способ прохождения, если нет огнестела. Или... Блин, сложно как-то это всё воссоединить в названии, чтобы как-то гармонично смотрелось. Лёгкий способ. Если... Нет огнестрела прохождения бункера Альфа. Не, какая-то бредятина получается. Ну ладно. В итоге вы ещё хуже название услышите. Увидите. Так, здесь запаса талонов нету, но мы рассматриваем, что у нас талонов вообще нету, и нам нужно заново всё это добывать. Жёлтые и зелёные талоны, на них акцент идёт у нас. И если нам везёт, то мы получаем ещё и красные. Красные тоже хочется получить. По идее, 5-27-14. Всё, погнали. Тактика какая? Мы убиваем всех, кроме яростных гигантов, и всех зомби, которые находятся рядом с яростными гигантами. Получаем зелёные и жёлтые талоны. Когда накопили необходимую сумму, мы просто идём, открываем ящики, оттуда получаем огнестрел. После чего идём уже тратить сам огнестрел в бункере Альфа на яростных гигантах. Получая красные талоны, после чего убиваем там слабого охотника. И открываем ящик за красные талоны. Если же вы не хотите так проходить, то лучше всего в таком случае оставьте красные талоны с покоем вместе с огнестрелом из зелёного и жёлтого ящиков. И оставьте на следующее прохождение. Со следующего прохождения уже полноценно нормально пройдёте. По идее вы должны будете получить три огнестрела. Пару заходов таких и вы там уже пол ящика можете себе огнестрела накопить спокойно, вообще без проблем. Комплект брони военный мне не нужен, поэтому я его оставлю здесь. А вот ячейки мне нужны. Здесь вообще комплект. Целый сет талонов. По одному штучке. Итак, пару монтировок я готов убрать. Леконое место и один стак морковного руку. Вот это, возможно, мне в конце этажа понадобится, чтобы всё дело восстановить. В плане брони. Всем приятного просмотра. Всё показывать не хочу. Не вижу в этом смысла, просто по частям. Сразу пробежимся по всем этажам. Не будем гулять чисто второй, чисто третий. На части делить я не хочу. Постараюсь сразу по максимуму всё пройти. Здесь я люблю убивать с помощью кувалды. Один удар, нет зомби. Получается, зомби здесь, на втором этаже, это самые слабые. Обалдеть! Обалдеть! Охренеть! Я первый раз кувалду убил так, чтобы ни один зомби меня не ударил. Я в шоке. Здесь, так как у нас отсутствует второй карман, мы можем сразу в один карман одно оружие, в руки взять другое. Скрытая атака, так. Всё, добиваем. По толстикам, если есть возможность скрытой атаки, делаем скрытую атаку. Добиваем с монтировки. Если нет, то просто идём нападать с помощью монтировки. То и же самой. Все комнаты будем зачищать. Здесь тихонько сзади подошёл. Вот так ударил, да пошёл. Выше у нас находится комната с двумя толстиками. К ним никак не подберёшься, поэтому их придётся звать за стеночку и распределять весь дамаг. Здесь спокойно могу залутать я шкафчик и посмотреть, что мне выпадет, достанется. Скорее всего, да, бинты будут. Всё верно. Чуть-чуть запоздал я с комментированием, но ничего страшного. Есть самохил из активных навыков. Это нам поможет. Только на руку. С зелёных талонов я не знаю, сколько мы получим с данной локации. Точнее, с данного этажа. I-Olt. Это неинтересно. Идём делать скрытую атаку. И надо будет это всё дело распределить. Я в основном люблю распределять урон с помощью вот этой вот дверки. Для этого мы сейчас по кругу себя немножко пустим. Чуть-чуть подождём. Никто не хочет. Хорошо, идём дальше. Чуть-чуть подождали, всё, идём. Всё, распределили. Шикарно. Извиняюсь. Играем дальше. Один стоит за стенками, не может нам нанести урон. Другой же довольно неплохо от нас. Да, мага получает. Погибает. Ну, я думаю, что нам даже хватит того, что здесь у нас атак. Да, мы током хп не потеряли. Так, остаётся пару комнат на данном этаже, которые можно будет зачистить. Не ущерб себе в плане яростных гигантов. Так, бинты хочется тратить на самом деле. Посмотрим в итоге, сколько я потрачу. Следующая комната вот эта. Рецептура простая. Распределяем урон, если это возможно. Если невозможно, то придётся хиляться. Так, идём. Ох ты ж, какой хитрый. Вот так вот встал. Ай-яй-яй, бобо, бобо. Идём, давай дальше. Шикарно. Урон только от одного проходит. Мгновенный хил едой, это замечательно вообще. Вот так вот, добил. Скулочка. Так, должно хватить, я думаю, должно. Бинты, чтобы экономить как-то на еде, чтобы еда в пустую нас не кормила. Дальше комната вот эта. Здесь просто вот так вот позывали. Идём распределять дамаг. Что, попробуем ещё раз здесь. Главное, чтобы... Да. Не хотят они так. Потихоньку выходим. Всё, шикарно. Вот так вот, с помощью стенок мы и будем проходить бункер альфа. И потихоньку проходя локации. Одну за другой. Добывая себе зелёные, жёлтые колонны. А иногда и красные будут попадаться. Пометим даже свою территорию. Всё, на данном участке нас ничего уже не держит. Мы идём дальше. Там идёт турель. Которую мы из-за недостатка огнестела не будем, конечно, трогать. Здесь бегун. На самом деле, я думал, что покажу просто убийство зомби, потом бегунов, потом токсичных зомби, просто хп, потом толстяка, токсичного толстяка. И на этом прохождение закончится. То есть, я покажу, как убивать каждого моба на этаже, и всё. Так, нам здесь лучше всего восстановить и сделать скрытую атаку. Восстановить комплект еды. Здесь я предпочитаю как-то далеко убегать. Ай, урон-то прошёл. А-а-а-яй, бобо-бобо. Кому-то так не повезло. Ладно, здесь можно ещё попробовать вынести. Чуть-чуть ударов получили с одного толстяка. Есть способ, который называется вольт-рик. То есть, вы за стенкой стоите, и в момент между ударами моба выходите и бьёте в ответ. Тогда вы, получается, очень долго проходите, но зато не тратите ни хил, ни оружие огнестрельное. Так. Здесь я, пожалуй, любитель скрытых атак. Я пойду вперёд. Сделаю скрытую атаку. Здесь идеально подошла бы катана, но катана у меня нет. Делаю я для этого, чтобы нанести вторую скрытую атаку. Здесь можно сразу рука присесть. Замечательно получилось. Также две скрытые атаки можно сделать, если соблюдать дистанцию между первым и вторым. Мачете с модификациями. Здесь бы тоже нам помогло. Мы бы убили их. Да даже без модификации. Снесли бы эти 80 хп. Так. Пополняем запасы и погнали за стенку шурудить их. Всё, урон распределили. Чуть-чуть отошли, чтобы нанести по одному. И воюем. Воюем. Дальше кто нас ждёт? Дальше нас ждёт токсичный зомби. Точнее, токсичный толстяк. Здесь в комнате они ничего сверхъестественного, я думаю, не охраняли, но мало ли. Да, немножко совсем здесь. Чуть-чуть еды. Буквально одни бобы. Одна баночка. Здесь ничего нет. Не повезло. Так. Монтировку можно удалить. Погнали драться против этого толстяка. Иди ближе, ближе, ближе. Всё, малыш. Ты такой большой. И зелёный. Вот это ночник, конечно. Вы бы хотели бы себе ночник в виде вот этого токсичного толстяка. Так. Пару бинтов. Искрытая атака. И при этом заранее надо включить терминал, чтобы было удобнее их убивать. Но я попробую сначала распределить за счёт вот этой стенки. Может, получится. Замечательно. Хилка сюда, хотя на бинтах уже пора выживать. Ой, от двоих пошло. Пошло от двоих. Всё, шикарно. На телефоне неудобно играть за счёт того, что хиляться в момент драки неудобно. Потому что и хиляться одновременно надо, и вроде как убивать. Нет, ещё... Вот. Как я и говорил, красный талон может выпасть даже с токсичного зомби, не только с толстяка. Здесь можно будет оружие промодифицировать. Почему монтировки? Монтировки, они лучше, чем тесаки по скорости атаки. И урон тот же самый, что у тесака. Но при этом тесаки будут лучше, если есть хорошая модификация на тесак. В таком случае нам будет только приятнее играть. Таааак. Мне это не нравится, потому что у меня урон здесь. Сука. Мой косяк, мой косяк. Прошляпили мы. Надо было броню восстановить. Вот первая ошибка. Броню надо было заранее проапгрейдить. Я, получается, комплект просто так профукал. Ладно. Не останавливаемся, глядишь, что... Ну, на самом деле, давай спустимся выше. У меня есть запасной вариант. У меня недобитый сет брони должен был остаться, так что его проапгрейдим. Надеюсь, это недобитый сет рабочий, а не рейдерский. Да, замечательно. Он здесь есть, поэтому мы сейчас его проапгрейдим сразу. Так что... Место... Нет, что? Что? Подожди. А, нифига, надо снимать, чтобы проапгрейдить? Серьезно? Я даже о таком не знал. Придется так делать. Лично я уже испугался, что разработчики откорректировали это, и нужно броню целую апгрейдить. Капец, я переволновался. Чуть-чуть неловко стало. Так. На втором этаже. Давай вспомним, кто остался. Яростный гигант, яростный гигант, яростный гигант. По идее все, мы можем идти на третий этаж бункера альфа. На втором этаже остались только яростные гиганты, но один еще бегун. Все. Поэтому отправляемся сразу, берем все оставшиеся оружие и хил. Идем бомбить. бомблби. Ну, да, это можно было сразу убрать. Получается, что за чистки я имею? 7, 2, 1. Нормально лег. Наверное. Так, третий этаж. Погнали. Ну, да, вот так вот насыщенно, насыщенно. И косяки есть то, что надо. Идеальный видос. здесь скрытно можно будет в принципе подойти. Сразу атакует на нас эта парочка драгоценных людей. Настоящих зомби. Ну, и броня у нас довольно прочная. все, пока. Следующее прохождение я, наверное, покажу прохождение с фольт-трюком. Мне кажется, это будет идеально. Заметь, мы еще ни одного огня стрела не потратили, потому что с собой его не брали. Единственное, что было бы круто еще взять с собой пальчик, если он есть. палец отрезанный можно получить на локации заброшенный конвой. Не всегда падает, но падает. Комнаты я планирую сразу проходить, не оставлять на потом. Ладно, девяточка проходит от другого. А, сразу от двоих даже. Нет, от одного. от пластика. За количеством хп надо смотреть. Надеюсь, у меня все получится на самом деле по добыче талонов и ничего меня ограничивать не будет. Сколько положено выпадет из-за зачистки второго и третьего этажа у меня будет достаточно, чтобы открыть зеленые и желтые ящики. я на это только и рассчитываю, честно. Если не удастся, то я не знаю, что делать. так, два бинта. Ну, турель мы естественно не трогаем. Здесь у нас токсичные зомби. Шесть монтировок я с собой взял. Главное, чтобы этого хватило на убийство всех легких зомби. там вообще толпа три штуки. Вот это напряг будет в этом плане. Сейчас до конца убьем первого. Второго. То есть я, получается, одного убил, хильнулся, убил второго, еще раз хильнулся. Нормалек, нормалек. Так, сочетать бинты надо с морковным врагу, я думаю. Здесь же я все-таки сделаю скрытой атаке две штуки. Монтировка. Так, ладно. Здесь немного другой немножко по-другому поступим. Я про эту комнату вообще забыл. Но плюс в том, что я прохожу с помощью монтировок то, что есть монтировки. Так, погнали. поменяем вот так вот. Освободим из рук монтировку, чтобы она в первую очередь не ломалась. Все, шикарно. Теперь нам понадобится скрытая атака. Здесь будет очень опасно. Честно, очень опасно. И было бы идеально, если был бы сам хил восстановлен. Потому что здесь я сделаю скрытую атаку по токсичному зомби. отсюда. Переключаюсь на монтировочку. Жду, когда подбежит токсичный зомби, убивая его. Все, здесь надо быть очень аккуратным. Можно сделать небольшую паузу. Вот так вот. Я сделал паузу. Я перед последним ударом остановился. Лучше сделать так, чем зажать до конца и с распростертыми объятиями бежать к нашему любимчику Яге. Он реально нас бы жестко обидел, потому что учитывая, что у нас мало хп, он нас встречает хлопая по плечу, и мы отправляемся домой. А это нам не надо. Здесь можно либо две скрытые атаки сделать при наличии кувалды или катаны. Катана убивает их с одного удара. Так. А здесь я не смогу залутать вот этих зомби, потому что ярстный гигант встанет, захочет меня обидеть. А это мне не надо. Посмотрим кого осилим сейчас пройти. По хилу немножко уже осталось. Так, чуть-чуть в сторону, чуть-чуть в сторону. Все, распределили. Шикарно. Монтировок может, кстати, уже не хватить. И думаю даже, что хила мало. Главное, чтобы хотя бы желтые, точнее зеленые талоны в двадцатку накопились, остальное уже не важно. Так, попробуем сейчас сделать скрытую атаку с кувалдой. Там немножко заступить за линию надо будет. Вот сама линия. Мы садимся. Вот приблизительно уже отсюда. Идем аккуратно. Чуть-чуть заступить. Все. Остановили. Сделали паузу, после чего бьем. Если мы не сделаем паузу, то он сделает еще шажок вперед. И будет нападение и никакой скрытой атаки. А этого мне не надо. Так, стак рагу еще остался. Замечательно. Здесь нас немного еще могут напоить, накормить, но скорее всего будет пивасик и бобы. Шикарно. Да. Здесь просто агрим, потому что никак не подобраться к этому психу. Потому что их как-то корректируют и делают меньше возможностей. Раньше можно было. Ну и говорить, что раньше было лучше тоже не хочется. Так. У нас проблема в плане воды, да? Осталась одна монтировка. Так. Туда нам нету смысла везде яростные гиганты. Идем вниз. Здесь у нас есть толстые ребята. Сделаю скрытую атаку и текаю отсюда. Предпочитаю поближе к холодильнику. Там есть небольшой проемчик, где можно их убивать. Все. За стеночку. Все. Замечательно. Сейчас покажу, что такое вольтрюк. Смотрим за рукой нашего толстяка. Он ударил, мы выходим, бьем, прячемся. Он ударил, выходим, бьем, прячемся. Со временем нарабатывается скорость, и вы спокойно вот так уверенно начинаете проходить долбить этих пластиков, и соответственно вы сможете даже яростных гигантов так убивать. Только при борьбе с яростными гигантами главное будет что сделать, чтобы количество хп было полное. Просто бывают люди на слабых устройствах у них возьмет внезапно залагает, они подставляются под удар и сразу улетают домой. Сейчас на данный момент в бункере альфа нельзя перезаходами баловаться, то есть если вы перезайдете, то хп у них восстановится, поэтому это такой себе вариант, честно. И тут у нас наступает беда, у нас уже больше, точнее 90 становится жажда, поэтому нам будет сложно хиляться, точнее еда нам не позволит восстанавливать себе хп, если голод и жажда у нас отсутствует. Но в принципе я неплохо справился, уже почти все прошел, не люблю на дистанции наносить атаку скрытую по токсичному пластику, учитывая, что у меня монтировка ближний бой, то я где-то миллисекунду теряю на то, чтобы просто подойти. Это возможно складывается в один удар целый. Так. Все, я не смогу, а, нет, могу. Я думал, мне не дадут восстанавливать хп, окей. Зовем, значит, токсичного толстяка, который здесь в комнате стоит. И начинаем сносить его. Так. Дальше, наверное, лайфхак покажем с комнатой. Но он не оправданный будет. Потому что смысла там вообще нету так заряжаться. Но мне понадобится коса, которая здесь отсутствует. Спускаться за косой я тоже не хочу. но можем в принципе попробовать с кувалдой сделать. Я все равно сбежать смогу. Скрытно открыли дверь. Дальность навряд ли получится с кувалдой подобрать. Но разрушители кувалды, точнее, разрушители коса себя здесь неплохо показывают. Потому что вот видишь, мы не можем сделать скрытую атаку нормально, чтобы никто не согрелся. если был бы разрушитель или коса, мы бы сделали скрытую атаку по одному зомби, потом по второму зомби, и в итоге дошли бы вообще до токсичного толстяка. Все. Дальше у нас четвертый этаж. На четвертом этаже мы можем побивать некоторую толпу зомби. Некоторую толпу. Но далеко тоже не уйдем. по талонам что мы имеем? 8-6. И у нас в итоге даже ресурсов нет на зеленый ящик. Я думал, что получится. Вот чем я думал, я не знаю. И учитывая, что монтировки у меня еще нет. Ну, давай посмотрим, что на почте из холодного оружия есть. Есть катана. кожа. Кожа, которая позволит мне, наверное, скрафтить еще монтировку при наличии на почте железных слитков, которых здесь нет. Здесь два, но мне нужно целых семь. Буквально чуть-чуть осталось. Вот здесь вот пальчик добавить и там пару железных слитков еще получим. Так, ладно. Поступим тогда немножко неправильно, но добить хотя бы зеленые талоны не необходимо для прохождения. Поэтому ищем оружие, которое мне поможет играть. Пусть будет это мачете. Ну и проблемы с хилом, естественно. Я не знаю, что на почте смогу в этом плане выцепить. Консервы. Почему бы нет? А ежедневный подарок есть? Ежедневный подарок что ли кончился? Почему? если у меня уровень недостаточно высокий. Сочный стейк возьму. Возьмем еще один стак. Все, больше нечего мне брать. Но надеюсь с этим я справлюсь. Короче, отправляемся на четвертый этаж. Хотя на самом деле есть одна идейка на каком этаже на третьем добить волну. Так что пойдем сначала ее добьем и только после этого отправимся на четвертый этаж. Третий этаж жди меня и я вернусь жди когда наводят грусть и желтые дожди жди когда весна этот стих не знаю я я учил мужество мужество мы знаем что ныне лежит на весах и что совершается ныне час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет не страшно под пулями мертвыми речь не горько остаться без крова и мы сохраним тебя русская речь великое русское слово и внукам дадим и от плена спасем навеки зря этого гиганта саграм но дома жарко я вспотел цель у нас конкретно добыть талоны на зеленый ящик третий этаж просто на третьем этаже громадная толпа зомби есть вот ее бы ушатать и там явно будет достаточно огнести талонов чтобы получить наш заветный ящик за талоны почему я не хочу идти по той стороне потому что там есть толпа в первой комнате толстяки токсичные зомби не хочу чтобы они агрились на меня поэтому мне придется это все дело обойти ох а я представлял что просто короткий видосик запишу прокомментирую точнее очень долго буду играть но очень мало болтать и потом нарежу но увы не получилось прокомментировал всю игру так даже лучше вы же хотели долгий видосик длиной в час ага 50 минут я правда еще не знаю какой продолжительности видео получится так сирену лучше наверное убрать давай ее пожалуй уберем на самом деле сирена она не даст никакому зомби никакому зомби подойти сюда если мы пройдем через эту сирену сагрится вот эта вот толпа но мы ее убили поэтому я лучше даже активировать не буду хочу скрытую атаку здесь показать что я имел ввиду когда здесь показывал мы выносим вот этого токсичного зомби отсюда с косы или разрушителя никто не агрится потом идем вниз лучше всего это идет на хорошем разрушителе который будет в хардкор режиме точнее с активацией протокола защиты выносить с одного удара зомби и там будет оправданно здесь же вы в пустую кучу дамага тратите потому что коса наносит 180 хп как разрушитель 165 вы получается больше 60 хп теряете в пустую чуть-чуть назад сделали атаку все хочу доломать оставшееся что здесь есть замечательно все остается здесь пару комнат где есть обычные зомби это вот это вот здесь точно только толстяки токсичные толстяки и зомби опа хил выпал мне нужны здесь кстати молотки по добыче можно сделать скрытую атаку получается по одному убить его же не 6 молотков надо осталось 5 для модификации на мачете да я мачете взял круто мажорчик так если я здесь активирую никто не бежит потому что некому бежать я их убил так окей здесь в качестве хилла буду использовать это скрытая атака открываем садимся мы можем сделать скрытую атаку по токсичному зомби например выносим его перезаходим убиваем другого токсичного зомби перезаходим убиваем другого токсичного зомби но надо чтобы мы выносили с одного удара или с двух то есть мы можем сделать скрытую атаку и валить токсичный зомби там условно с какого-то оружия Который убьет со скрытой атаки И плюс дополнительный дамаг Дамаг распределяем Громотно Все, все, все Вот так тут толпу делим О, не, 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 так не надо Все, замечательно Так, где наш гигант, который О, это наш гигант Новый уровень, давай посмотрим наук Скороход Вы почешетите на карте Не знаю, лесоруба пускай Так Здесь у нас два гиганта, которые по фулл хп имеют Мы просто выйдем, пожалуй, с локации И нанесем скрытую атаку Давай я еще раз повторю Насчет Вот этой комнаты последней Откуда вся толпа зомби бежит Там, получается, мы можем сделать Скрытую атаку, условно, смонтировки По токсичному зомби И вот тут же на месте убить Выйти с этажа Снова зайти Подкрасться другому токсичному зомби Его убить Но идеально будет всего катана В случае катаны Как мы поступаем Убиваем одного одиночку Который стоит там рядом С толстиками, например Именно конкретно зомби Третий, четвертый, третий Конкретно с зомбаками он стоит с толстиками Вот, например, где я по токсичному зомби Сделал скрытую атаку Там был токсичный зомби И токсичный толстик Если бы я сделал скрытую атаку По этому зомбаку То, получается, на меня бы Все бы сагрились, но был бы убит Токсичный зомби Я мог бы спокойно покинуть этаж И хп бы не восстановили Почему я хотел убить сейчас Татстик, по которому сделал скрытую атаку Да потому что Если бы я перезошел То ему бы все восстановили А это плохо себе Вариант Вот Самое время объяснять Я не знаю, зачем до этого все болтал Вот, токсичный зомби Вот здесь есть Хотя давай всех ушатаем И после этого болтать будем Я на трупаках покажу Как можно было поступить Так, шикарно На том, на ком хочет Сейчас меня разденут Надеюсь, я успею Все, шикарно Шикарно То, что надо Так, смотрим Здесь у нас Токсичный зомби Токсичный толстяк Здесь пару Токсичных зомби Здесь токсичные зомби И здесь Приблизительно здесь где-то стоит Токсичный толстяк Короче, мы сделаем скрытую атаку по нему Он умирает По другим мы дамаг не делаем Выходим Заходим Дальше Прокрадываемся, например, снизу сюда Выносим там С двух ударов Например, вот этого зомби Выходим Заходим Снова проходим сюда Здесь уже делаем скрытую атаку С одного удара Чтоб выносила, например, катана Погибает он Никто не агрится Идем к другому зомби Выносим его Можем перезайти И Когда приходим Остаются только токсичные зомби Точнее толстяки Тут уже придется Либо по одному Выносить их Со скрытой атакой То есть скрытая атака Выносим одного Перезаход Перезаход Отнимает кучу времени Но Ничего не поделаешь Игра такая Надеюсь, все понятно Объяснил Но Боюсь, что все зря Здесь пусто Пусто Но талоны получили Что? Попробуем Пойти на Четвертый этаж Зачистим Начало локации Чтобы Получить Талоны Может получится Так, ящик Залутал Нам сейчас главное Будет В следующей части Уже получить То, что нам необходимо А точнее Огнестрел И потом убивать Яростных гигантов Получая еще желтые Талоны Вместе с красными Когда набиваем 25 Получаем 25 желтых талонов Получаем еще Два гнестрела И с этими двумя Гнестрелами До конца проходим И у нас Все гуд По талонам становится И даже остается Запасность В следующих прохождении И на следующем прохождении Уже можно будет Это все дело повторить И в итоге Мы Себя довольно Таки неплохо Покажем Потому что у нас Красные талоны Уже будут И мы спокойно Сможем Со второго прохождения Открыть все ящики И даже Убить слепого Охотника Дополнительно Ай Мне это не понравилось Ладно 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 Все Вы хотите Толпой находиться Окей Будете толпой Так Желтые талоны Будет шикарно Если реально хватит Но в этом я сомневаюсь Потому что у нас Около 10 Точнее 15 Будет только талонов Так Здесь Вот так вот И пожалуй сделаем Думаю Что успею шатать Хотя бы До стенки добежать Точно Все Давай сюда Не хотят Не хотят По одному Хотят толпой Все Шикарно Дальше Дальше у нас Толпа Зомбей Там Вот там Будет опасно В этом плане Так Один взломщик Нужен второй Ладно Окей Дальше Толпа Может Катану Не хватить Точнее не катану А мачете Ну на этом Пора наверное Уже остановиться Тогда Хотя Побивать Зомби Хочется Здесь у нас Токсичный Толстяк Там легкие Зомби В принципе Может хватить Сделаем скрытую Атаку По Толстяку Толпа Громадная Я это знаю Но нам Главное Чтобы они Распределились Все шикарно Как надо На Зомби ТЗ Должно Хватить ТЗ Токсичный Зомби Так Сделать Теперь нам Надо так Чтобы Пришел На атаку Другой Зомби Так Не тот Вот этот Надо Все Шикарно Так Уработали Теперь Что нам Надо делать Будем Сносить С кувалда С кувалда Что ли Тогда Мы можем Перезайти Сделать Какую-то Атаку Я наверное Так Сделаю Для Экономии Ударов Но Будет печально Если он Стоит там Где Охранять Турель Вот это Будет Реально Обидно Больше Больше Всего Я думаю Но Мы рискнем И Возможно Нам Даже Талон Не дадут Забрать Та же Самая Турель Но Тут Наверное Поможет Самый Хил Если Мы Успеем Все Быстенько Забрать И Свалить К чертям Собачим Главное Чтобы Броню Нам Не Сломали А К Нему Не Подкрадешься Так что Либо Ломать Просто С Кувалды Но Придется Ломать Коли Я хочу До Конца Уже Добить Развернуть Не Удастся Ну Желтый Талон Получили Шикарно Все Отправляемся И смотрим Что у нас Получилось Получить За Трату Шести Монтировок Мачете Рабочей Брони Рейдерской Брони Два Стака Морков На Ворогу Стак Бинтов Ну И то Что досталось На локации В итоге Мы Спокойно Открываем Ящик За Зеленые Талоны И На этом Прощаемся Напишите В комментариях Наверное Фразу Легкий Способ Прохождения Мне Будет Очень Приятно А Если Вы Считаете Это Нелегким Способом То Напишите Почему Но Как по Мне Довольно Неплохой Способ Это Легкий Способ Прохождения Если Вы хотите Более Менее Ускоренно Проходить По факту Мы тут За 40 минут Приблизительно Прошли Почти Все Три этажа Второй Третий Четвертый Нам Остается Только Получить Огнестрел И убить Яростных Гигантов Дальше Убивая Яростных Гигантов Мы Получаем Доступ К Ящику За Желтый Талон И получаем Еще Два Огнестрела Можем Добить Яростных Гигантов Какой-то Запас Талонов Красных У нас Будет И Если У нас Не будет Огнестрела На Слепого Охотника То Мы Оставляем Все Талоны Накопившиеся На Следующее Прохождение Там Уже Нам 100% При Прохождении Вместе С Яростными Гигантами Будет Достаточно Чтобы Открыть Ящик За Красные Талоны И Мы Получим Сразу 7 Огнестрела Будет Неплохо Главное Подходить Осознанно Следующий Способ Будет Медленный Но Не Совсем Простой Потому Что Вольт Трюк Это Вещь Такая Что Не У Каждого Может Получиться А Конкретно Легкий Способ Почему Легкий Потому Если вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Если Не Понравилось Ставьте Дизлайк Напишите В комментариях Тренируй Дикцию Всем Пока Пока Субтитры